Дыхание. И в этом клипе, конечно, бурдит про клеточное дыхание, потому что я продолжаю характеризовать общую биологию на уровне первых микробов, первых существ. Конечно, у них был и фотосинтез у некоторых, и дыхание у них было, конечно, вообще у всех, потому что без дыхания не могут никакие живые существа получать энергию. Суть клеточного дыхания заключается в том, что углеводы, липиды, аминокислоты, то, что обычно в клетке содержится, они расщепляются до простых соединений для углекислого газа и воды. При этом образуется некоторая энергия. За счёт понижения организации образуется энергия. Это обычная схема, которая основана на базовых законах термодинамики. Эту энергию как раз клетка запасает в определённых соединениях, прежде всего ВТФ, которым будет отдельный клип. И дальше она использует энергию для катализации каких-то других процессов организма или ещё для чего-нибудь. Таким образом, клетка имеет какую-то энергию после процесса дыхания в своём распоряжении, для того, чтобы управлять тем, чем ей надо. Для того, чтобы такая энергия на руках была, подобно как деньги на руках. То есть, деньги могут быть на карточке и могут быть на руках. Чтобы снять деньги, надо дышать живому организму. Потому что обычно у него деньги на карточке. Обычно они у него в запасе в каких-то там углеводах, жирах и так далее. Чтобы перевести их непосредственно в энергию, нужна специальная процедура. Дыхание, процесс даже в микроорганизмах довольно сложный. Он проще, чем фотосинтез, который вообще очень сложен и до сих пор не могут воспроизвести. Однако, всё равно, это непростая реакция, раз, два, три. Там много соединений. Первым процессом является гликолиз. И гликолиз характерен вообще для всех живых организмов абсолютно. Потому что, как я уже говорил, в живое устроено примерно всё одинаково. Что, кстати, вызывает много споров, что если бы оно случайно в разных местах возникло, то оно было бы разное. А так оно одинаковое, вероятно, оно всё-таки в одном месте возникло или из космоса занесли. Гликолиз не требует даже кислорода. Это просто, значит, расщепление молекул глюкозы. Как вот тут очевидно, на этой схемке оно происходит в 10 этапов нужно для этого. При этом образуется большое количество всяких промежуточных сахаров. И АТФ преобразуется в АДФ. То есть, АТФ можно считать, что она не заряженная, а АДФ заряженная. Освобождаются две молекулы АТФ, в которых как раз образуется макроэргическая связь. Что тут ещё можно сказать? Вода выделяется в процессе этого. Фосфорная кислота тут на некоторых этапах нужна. Ну вот, пожалуй, и всё. Вот дальше общая схема, из которой очевидно, что гликолиз – это просто один из этапов, причём начальных. Далее возможен анаэробный процесс, либо аэробный. Эти процессы отличаются по тому элементу, который будет переносить электрон, переносить, в общем-то, энергию. То есть, аэробный процесс, который обычно – это будет кислород, который у большинства живых существ. И анаэробные там другие элементы. Железо, допустим, может, некоторые сульфаты. Анаэробные по другим механизмам осуществляются, по более простым. Суть всего аэробного процесса – это цикл Крепса. Он большой и сложный, и поэтому я отдельный клип про него делаю. И кончается он всегда окислительным фосфолированием от последней этапа дыхания, на котором уже, собственно, и получается нужная энергия. В общем, можно также сказать, что тут потребляется так или иначе вода на различных этапах этого процесса, и выделяется СО2, выделяется оксид углерода. Это общая схема дыхания. Получается как раз такой круговорот, как на этой индийской картинке. То есть, мы потребляем кислород и выделяем углекислый газ, а растения при фотосинтезе потребляют углекислый газ и выделяют кислород, и таким образом всё это крутится и поддерживает друг друга. При этом растения тоже дышат, когда нет, допустим, света, они начинают, наоборот, выделять углекислый газ, так как они тоже занимаются дыханием для освобождения своей энергии. Однако, в ближайшее время, поскольку будут археи, в основном будет анаэробное дыхание, однако основные схемы всё те же. То есть, вот гликолиз, а потом пойдёт процесс переноса электрона. Только будет переносить, при анаэробном дыхании будет железо, нитраты или сульфаты, анион. Ну, там потом расскажу уже на конкретных бактериях. Довольно много у нас железных бактерий, которые пользуются именно железом. То есть, для дыхания им нужно железо, а не кислород, как нам. Ну, в общем, это принципиальная схема, и, пожалуй, на этом пока всё. Отдельные этапы придётся позднее подробнее изложить.